Утром первого, мы на месте. Тринамы заработали, вручили львы, тускулы, вылезы. Из-за приняты, уезжаем. Около трех тысяч правонарушений выявили с помощью Сергея Кургау, опасный водитель в Шемкенте. Недавние инспекторы Центра оперативного управления во время мониторинга на одной из улиц мегаполиса выявили водителя, которого лишили прав аж до 2030 года. Сообщение об этом они передали экипажам полка патрульной полиции. Стражи порядка остановили нарушителя, выписали протокол и выдворили машину на штрафстоянку. С начала года сотрудниками Центра оперативного управления были установлены 2867 опасных водителей. 62 автолюбителя ранее были лишены прав. 555 управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 31 ездили с подложными номерами. Совместно с судебными исполнителями в ходе проведения специальных рейдовых мероприятий задержаны 2135 автолюбителей, владельцы которых задолжали на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Ружье незаконно хранил у себя житель Житысайского района. В ходе оперативно-паратологического мероприятия «Кару» в доме одного из жителей области полицейские обнаружили незарегистрированные охотничьи ружье 16-го калибра. Стражи порядка изъяли оружие. Сейчас выясняются все обстоятельства. Всего на территории области за 4 дня изъято 20 единиц незаконно хранящегося незарегистрированного оружия. В Шемкенте в индустриальной зоне Ордобасы произошел пожар 17 августа около 10 часов вечера. Внутри склада мыловаренного цеха загорелось сырье для изготовления мыла. Площадь пожара составила почти 300 квадратных метров. Пожар тушили в течение трех часов. Пострадавших и погибших нет. Выясняются причина пожара и объем материального ущерба. На месте происшествия были задействованы 80 сотрудников пожарной службы, 22 единицы техники и 4 единицы водовоза. 12 соток земли за 900 тысяч тенге обещал знакомый житель Туркестанской области. В Сарагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, знакомый пообещал помочь с приобретением 12 соток земли и выманил около 900 тысяч тенге. Однако спустя год он так и не выполнил обещанного. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье мошенничество. Как выяснилось, полученные деньги мужчина уже потратил на собственные нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Воспитанники детского дома номер 4 вот уже 4 года находятся под опекой полицейских мегаполиса. На протяжении всего этого времени правоохранители помогают детям и поддерживают их. В каждый праздник ребята не остаются без внимания. Стражи порядка проводят для них развлекательные и спортивные мероприятия. В детском доме открыты кружки по боксу и рукопашному бою, в которых воспитанников обучают тренеры из числа сотрудников СОБР. Здесь воспитываются 76 детей. Все они активно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. А трое выпускников детдома поступили в Карагандинскую академию МВД. Быть полицейским – это была моя мечта детства. Я всегда мечтал об этом – носить погоны, служить народу. И благодаря департаменту полиции города Шингента моя мечта сбылась. Сейчас я учусь в Карагандинской академии МВД имени Бариндека Бесенова на третьем курсе. В будущем у меня очень большие планы. Я хочу вернуться в родной город, работать в департаменте полиции города Шингента, забрать своих сестерных хозяйского дома и работать честно, и служить народу. Утро первого. Мы на месте. Трендан из заработал вручили в эту сколу поезды. Мы запринят. Уезжаем.